И скалы радиоактивные И мох фонит О сколько тайн и секретов Хранит земля страны советов И вот о Ладоге рассказ Не про блокаду в этот раз А про холодную войну И про историю одну И как закат там был прекрасен А мирный атом столь опасен На оборонных островах Среди поросших скал Во мхах И до сих пор следы видны Веществ холодной той войны Наша съемочная группа Отправилась в путешествие По Ладожским островам Идея эта возникла у нас уже давно Но только в это лето Мы пришли к ее осуществлению Ходили мы туда два раза И о том, что мы там нашли И будет этот фильм Острова Хейнясенмаа Еще известны как оборонные Или сенная земля Их хорошо знают местные жители И моряки из Приозерска Которые часто доставляют рыбаков и туристов В ту сторону А так как там до нас почти никого с камерой не было Мы решили все осмотреть сами Не зря же столько информации Кружится вокруг этих островов А начнем мы изучать их историю Именно со времен СССР Когда на их скалы ступили Первые военные и ученые Для них это было Самое удобное место Чтобы испытывать боевые Радиоактивные вещества Опыты проводились не только на Ладожских островах А еще и на территории форта Ина Где мы уже успели побывать И найти пятна радиации Также существовал Шкиперский проток И еще несколько интересных мест И все вместе это называлось Секретное направление 15 В процессе создания оружия И испытания его опытных образцов Именно наша земля оказалась загрязнена И отравлена радионуклидами А около Приозерска специальным приказом Была создана войсковая часть 99-795 Под этим наименованием скрывался Созданный 9 марта 1953 года Объект 230 ВМФ В целях секретности Островам были присвоены условные наименования Сури, Хейнясенма, Малый, Макаринсари, Мюарка, Мекерико А в народе их называли оборонные Для обеспечения режима секретности На острове Сури построили три вышки На которых дежурили часовые Режим соблюдался строжайший На всех картах Ладожского озера Район северо-западного архипелага Был очерчен красной линией С указанием, что этот район Запретный для плавания всех судов Военные даже могли открыть огонь По заблудившимся рыбакам Для экспериментов туда пригнали опытовое судно Назвали кит А в качестве подопытных Применялись мыши, кролики, крысы и собаки Животных привязывали к палубе И разливали на определенных расстояниях Боевые радиоактивные вещества А затем наблюдали за ними с берега По воспоминаниям ученых БРВ находились в свинцовом футляре с ручкой Внутри была стеклянная ампула На ампуле деления Там же такие ампулы подрывали Чтобы наверняка уничтожить противника Все отходы закапывали здесь же На островах И даже некоторые места Обнесли колючей проволокой Фон там и по сей день Превышает все мыслимые и немыслимые Значения На его поиски мы и отправились В это далекое и интересное путешествие В нашу первую поездку мы тщательно готовились Но по стечению обстоятельств поехало только три человека И в какой-то момент я уже сам был не уверен В успехе нашей экспедиции Но ведь не может с утра все идти так гладко и удачно Тем не менее, все так и было Мы заранее договорились с руководством яхт-клуба И с опытным капитаном По поводу доставки нас на оборонные острова Окончательно все сомнения развеялись Когда я ступил на борт Нашего плавательного средства Теперь можно осмотреться по сторонам И подготовить съемочное оборудование Приозерск Довольно спокойный город Расположен рядом с Ладожским озером В свое время принадлежал то шведам То финам, то русским Обилие водоемов и сказочная природа Сюда так и манят толпы народа И ведь не подумаешь сразу Что в каких-то 25 километрах отсюда А то и ближе Испытывали боевые радиоактивные вещества Да-да, самому не верится Ну а с другой стороны, это не Чернобыль Потому все, что было там Оно там и оставалось Ну а мы готовимся к отплытию Отдать концы Следующая остановка причал Где было притоплено судно Кит Зная, что там плохо ловит любая сотовая сеть Мы с собой взяли рации Также вооружились дозиметрами-радиометрами И зачем-то я обул резиновые сапоги О чем впоследствии очень сильно пожалел Когда к концу дня у меня стерлись ноги На второй экспедиции Я с обувью уже не экспериментировал Ну а мы тем временем движемся по Уоксе Приближаясь к Ладожскому озеру Позади остался у нас Приозерск Впереди открывается Ладога Видеокамера даже на треть не передает все виды И ощущения, которые наблюдали и испытывали мы Но я постараюсь максимально донести вам Свои впечатления от поездки И только сейчас начинаешь понимать Что все это происходит не зря А плавательное средство наше набирает обороты Ускорились мы Все фотографируемся Миша Настя И наш капитан Мы ждали этого три года Дри года ждали И вот мы плывем Ну а мы проходим мимо Бакена Который обозначает устье Вокса И камера тут же выхватывает Вот такие интересные брикеты из коры Это свалка древесных отходов Издалека они уже похожи на скалы Но нет, это не так Скалы нас ожидают впереди Как впечатления? Ой, здорово, очень здорово Едем туда, где еще никогда не была Вообще первый раз для тебя Как такое сразу открытие Я в шоке А наши заветные острова Еще и на горизонте не видны А погодка, как нельзя, кстати, разгулялась У нас с собой три дозиметра И отличное настроение Перемещение из точки А в точку Б Занимает продолжительное время Потому, осмотревшись по сторонам Мы начали осматривать яхту И первонаперво заглянули к капитану На Валамка, Невец Шхеры вот перед нами все острова Более 660 островов На шхерах много оборонных еще На солнечных батареях, на генераторах Все там в основном электричество у них получается А маяки здесь тоже, да, есть Или в Финском заливе Или тут тоже створные знаки Есть, конечно На островах есть створные знаки Мы с интересом расспрашивали про все, что видели вокруг А также наш капитан предложил нам осмотреть яхту И скажу, там очень комфортно Да, это уже не по заброшке шарить Все цивильно, в порядке Мне очень нравится Особенно интересно наблюдать, когда волна бьется за иллюминатором Сегодня и погода, и абсолютно все способствует такой интересной поездке Ну а наша яхта шла под всеми парами И на горизонте замаячили острова А я ощущал себя то ли капитаном, то ли пиратом Еще отшучивались, что не хватало треуголки Крюка вместо кисти руки Повязки на глаз И попугая на плече Который, очевидно, молился бы Богу С таким хозяином Господи, 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 Господи Слава Тебе, Господи Итак, первый остров в Верк-Касаре На него мы не высаживаемся Хотя, говорят, что и там находятся могильники радиоактивных отходов Наши острова прямо по курсу Чем ближе мы приближались, тем больше волновались Ощущение, что там притаилось что-то неопознанное и неизведанное Хотя, отчасти так и было Ну и по пути мы разговаривали о многих проектах СССР Может быть базистая волна, чтобы затопила Нью-Йорк Но до этого эксперимента так дела и не дошло Но за это предложение он получил Нобелевскую перерыв А еще мы отметили для себя вежливость и этикет тех, кто проходил мимо Все здоровались Это, кстати, тоже гости радиоактивных островов Но плывут они туда с целью отдыха и рыбалки А места там очень красивые Вот интересно, знают ли они про радиоактивное загрязнение на этих островах Наверное, да Костры разводить в таких местах я бы не рискнул А мы стоим и ищем глазами таблички со знаками радиации И да простит меня зритель за тряску камеры С яхты снимать крайне неудобно Вот она, где прячется история Конечно, такие места впечатляют уже с палубы А сейчас еще и прогуляемся по ним Насчет штольни пишите в комментариях Если вы хотите, чтобы мы туда попали Пришвартоваться нам помогли отдыхающие Которые, так же как и мы, пришли туда за впечатлениями А вот и то самое место, где располагалось судно Кит Побывав там, ощущаешь тишину и спокойствие Те, кто любит и стремится к умиротворению Именно для них эти места И уже нет грифа секретно И природа выглядит чистой и нетронутой А может и нет радиации вовсе А то, что я вам рассказал Это просто, чтобы привлечь ваше внимание Именно сейчас очень хочется в это верить И тут я подумал Зачем куда-то ехать отдыхать за границу Когда все здесь, рядом находится Только побольше бы летних, солнечных, теплых дней А красивые виды мы вам обеспечим Субтитры создавал DimaTorzok Мы высадились на остров и приступили к поискам пятен радиации Довольно чистая природа И никаких намеков на превышение фона Возможно, здесь действительно было чисто И испытания не проводились Либо все смыло водой в Ладогу Это нам и предстояло выяснить Ходить по скалам, где нет и намека на радиацию Нам быстро наскучило И мы решили передвинуться на другой остров Благо, их тут несколько Итак, друзья, находимся на острове Кугри-Саари Радиации здесь нет Хотя, конечно, есть таблички Здесь нормальный фон Ну, как может только фонить гранит Это излучение мы уже видели Значит, мы продвигаемся дальше На следующий остров Как он называется? Макарин-Саари Ну что же, двигаемся дальше Общаясь с отдыхающими Мы узнали, что там, где находилось судно Кит Все дно было усеяно колбочками и пробирками И невольно возникала мысль Заняться дайвингом Естественно, все зависит от вас, дорогие друзья И от вашей реакции А в небе над островами происходило настоящее авиашоу Наверное, готовились к параду Летят самолеты Летит их очень много Ощущение, что сопровождают Кого-то очень важного Какой-то важный персон Ну, а мы тем временем переместились на следующий остров И сейчас на своих экранах вы видите то место Где было притоплено судно Кит Фон 15 Вот такие мокрые места Они скользкие, кстати Еще нам сказали, здесь много змеев Повалены плиты Столики проволоки Ну и вот Правда, здесь уже все выцвело, выглядело Ну вот, опасность Можно почитать Телефон вообще не ловит Ну, может, одна-две палочки Мегафон Теледва тоже еле-еле На островах очень интересно Наверное, интересно, потому что Для нас все-таки это Немножко непривычная Вот именно такая природа Скальные породы непривычные Нам же привычны пески, леса Здесь же все совершенно по-другому Здесь проводили испытания Боевых радиоактивных веществ Но на удивление И здесь фон был в порядке Фон в норме Что думаешь по этому поводу? Может быть, просто смыло все В водоем? Я думаю, поскольку радиация Оседает в естественных глубинах Таких, как канавы, рвы Надо искать там Так, ну тогда сейчас Пройдемся Немножко Вглубь острова Углубления надо искать Ну, земляника здесь, конечно, классная Николай, что ты не ешь? Чернобыльскую воду не пил Не сталкер, да? Колокольчики, конечно, здесь большие Удивительно Таких больших нигде не видел Ну, прям, конечно, это не из-за радиации Просто Здесь Немножко Другая природа И Совершенно другие условия Но Фон пока в норме Не просто же так Таблички С надписью Радиоактивность И на этом острове Было чисто Но, с другой стороны Это же хорошо Нет Это отлично Хотя я понимал Что смысл этого видео Мог полностью потеряться И осталось бы оно только На моем жестком диске Но мы же не привыкли Оставлять недостигнутой Поставленную цель Да и не мог я показывать Только красивые картинки Как говорится Кормя соловья баснями Хотя нет Виды, конечно, красивые Их можно И нужно показывать А мир такой большой И мы такие маленькие И столько всего Успеть охота А день колонился К вечеру И по рации Нам передали Что пора бы Возвратиться на судно И отплывать домой Когда так ничего И не обнаружив Мы отплывали С островов Мы твердо решили Для себя Еще раз Вернуться туда И обойти то Что не смогли обойти В этот раз Вторая экспедиция Не заставила себя Долго ждать И особенно сильно Эффект увеличился После того Как я показал Всем будущим участникам Фотографии И видео Сделанные на островах Самым тяжелым Оказалось разместить Всех в автомобиле Так как участники Из разных городов И поселков А набралось Немного не мало 13 человек И уже с озера Вечером накануне Я доукомплектовывал Нашу группу Всем привет с озера Друзья Вода отличная Но уже начинает холодать Потому поспешите Не упустить шанс И возможно Даже завтра Получится искупаться На Ладожских островах Скоро возвращаюсь домой И начнем заниматься Завтрашней экспедицией Ну что ж друзья Сегодня получилось намного большая численность Нашей компания Намного интереснее И в этот раз Я уверен Что мы найдем То, что мы ищем Кое с кем Мы были знакомы Только по интернету А с кем-то Мы уже ходили В далекие походы Все быстро Перезнакомились И я собрал всех Чтобы обсудить Наш сегодняшний маршрут Там, где мы уже побывали Естественно Нечего было искать И было принято решение Пришвартоваться Со стороны бухты Безымянная Которая находилась На острове Сури Плавательное судно В этот раз Нам попалось На редкость Быстрая Что значительно сократило То время Пока мы шли На острова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот Пришли Дальше была прогулка И куча фотографий На съемку видео У меня физически Не хватало времени Да и остальных Участников экспедиции Нагружать видеосъемкой Я не стал Пусть прогуливаются И ознакомливаются С местностью На острове Нас встретили Различные Постройки И конструкции И даже Была имитация Бомбоубежища Которое Мы с вами В скором времени Увидим в фильме Про аэродром Вещево Один дозиметр Я вручил Станиславу И он с интересом Пошел изучать Остров Себе же Я оставил Самодельный Который Реагирует На гаммафон И бета-распад Конструкции И постройки Здесь Действительно Интересные Кстати На острове Мы были Не одни Кто-то Стрелял На его Юго-западной Части А наше Внимание Привлек Дальномер Ну что ж Поднимаем Коптеры Немножко Ознакомимся С местностью И да Сверху Действительно Просматривается Несколько Больше Объектов С земли Мы бы Наверное Их И не увидели Чуть позднее При монтаже Этого Фильма Появилась Информация Что на территории Острова Испытывают Бронежилеты Их одевают На свиней И стреляют По ним Из оружия Именно Эти выстрелы Мы слышали Когда прогуливались По острову Ладно Хватит насилия Просто Полюбуемся Красивыми Видами Архипелаг Хейнясенмаа Расположен В Ладожском Озере Древний Торговый Путь Вел Из Новгорода Вдоль Аланецкого Берега К Валааму И далее Мимо Хейнясенмаа К Карельскому Перешейку Неудивительно Что здесь Уже в древние Времена На берегу Удобной Бухты Возник Монастырь Естественно До наших Дней Следов Его Не осталось А во времена Великой Отечественной Войны На острове Была устроена Батарея Финской Морской Артиллерии Но сражаться Ей Не пришлось История Незаметно Привела нас К концу Сороковых Когда здесь Начали испытывать Боевые Радиоактивные Вещества То самое Направление 15 Помимо того Что военные Перемазали корабль Для усиления Эффекта Они стали Взрывать Емкости С БРВ При взрыве Получалась Радиоактивная Аэрозоль Которая Отравляла Все вокруг А тем временем По рации Нам передали О превышении Радиационного Фона В помещении Недалеко От дальномера И мы Почти всей Компанией Направились Туда Мы вначале Подумали Что это Фонит Пакет С солью Который Там Валялся Ну Мало ли Чего Туда Набрать Могли Ту же Самую Светомассу Постоянного Действия Например На основе Солей Радия 226 О чем Мы уже Рассказывали На канале Но нет Фонили Трещины В бетоне А ведь Кто-то Может сюда Зайти И без Дозиметра И сесть Прямо На это Место Здесь Помещение Находится Скорее всего Это была Военная Казарма Где Недостаточно Хорошо Произвели Дезактивацию То есть Сама природа Этого Острова Его рельеф Там Все оно Красивое Но чистое Но возможно В тех местах Где мы Еще не проходили Все конечно же Не пройдешь Где мы прошли Там ничего Абсолютно Нет Ну понятно Что это грубый Замер И замеряем Мы это по Бета Плюс гамма И даже плюс альфа С открытой крышкой Потому замер Получается Условный Но все равно Вы видите Результат Дозиметр Действительно Бесится И показывает Превышение фона Там около 15-20 миллилерген Давай тоже замерим Вы же на соль Это не наступали А там даже не соль Соль отодвинули Да Чьи-то смелые руки Мои То что он там Кто не видел Еще показать Не видели Геннадий Он не видел Замеряешь Ну не сварил Пошли тогда Находиться в том месте У нас не было Никакого желания Да и время прогулки Истекало Потому Мы продвинулись Дальше Наши дозиметристы Продолжают изучение Островов И вот уже Где-то здесь Появился еще один Источник Ионизирующего излучения 100 До 100 доходит Вижу Чистит Да Давай попробуем Тут Что-то есть Причем Жуткие В почве Что-то И так С открытой крышкой Ибо По бета Распаду Он не показал Ничего Дальше Фон шел Просто От скал И мха И если Дисплей дозиметра Был не виден При ярком Солнечном свете То звук Не давал Расслабиться И камни фонят И мох Фонит Друзья Здесь находиться Долго не будем И уже позднее Участники Нашей экспедиции Сфотографировали Вот такой вот Знак Прямо в центре Территории За колючкой Сейчас буду Показывать Что это за территория Фон там Искать не надо Он там везде Но на видео Это снимать Я не стал Зачем мне лишний раз Клетки своего организма Ионизировать Смотришь И сами собой Напрашиваются строки О сколько тайн И секретов Хранит земля Страны советов На оборонных островах Среди поросших скал Во мхах И до сих пор Следы видны Веществ Холодной той Войны Испытания БРВ Шли вплоть до 1955 года Когда оружие Было признано Неперспективным Так как Опыты с животными Показали Что солдаты противника Быстро из строя Не выйдут Эксперименты прекратили И отравленные Радиации острова Опустели Сюда время от времени Приезжали рыбаки Ловили здесь рыбу Собирали грибы И ягоды Судно Кит Отсюда утащили В 90-е И затопили его Вблизи Новой земли На островах Произвели зачистку Радиоактивного Грунта Его захоранивали Тут же В могильниках Зачастую Даже не заливая Бетоном А ведь Сколько отдыхающих Сюда приезжает И даже не подозревает О том Что острова Таят опасность А ведь Многие считают Что опасаться Того не стоит Чего не видно Но не будем забывать Что боевые Радиоактивные Вещества Создавались Специально Чтобы уничтожить Человека Запомните Друзья Если вы Когда-нибудь Окажетесь там То прежде чем Присесть на полянку Проверьте ее Дозиметром Радиометром И обувь Замерьте Когда будете Покидать это место Ну а наше путешествие Заканчивается Мы нашли То что искали Ну что ж друзья Сегодня мы вновь Прикоснулись к истории Особенно сильно Это ощущаешь Когда история Была засекречена И мы узнали Некоторые Радиоактивные Тайны Которые Скрывались Забушующими Просторами Ладоги Мы смотрели На отдаляющиеся Таблички И твердо Решили для себя Еще раз Вернуться туда И обследовать Остальные острова Ну а если вас Заинтересовало Присоединяйтесь К нашей компании Ну что Вова Получилось Сегодняшний день Очень хорошо Все то что было запланировано Сделано И то что мы хотели найти Мы нашли Не молодцы На самом деле Молодцы Пока Миша остался Кто-то на островах Остался КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok